всем добрый вечер всех спрашиваю сегодня выходными вот надеюсь они были хорошие спокойные так ну что ж как обычно давайте так для начала сразу спрошу видно меняли слышно меняли потому что связь есть такая штука если можно напишите слышно видно вот слышно хорошо спасибо спасибо девочки спасибо ребят вот ну и как обычно спрашиваю давайте ка мы посмотрим что у нас есть есть какие-то вопросы по прошлым темам все-таки серьезных 4 темы было довольно таким если есть спасибо если есть в какие-то попросики задаю может быть по билетам может быть еще как у нас сегодня всего две темы будет но тоже очень серьезные скажем так потому что эта тема остановка и стоянка и вторая тема пресс-перекрестка тоже серьезные темы о них более так открыто вот а затем у нас будет плохая резкость изображения оля пишет ну с резкостью с резкостью это пожалуй не комеда будет вот я поговорил с нашим этот самый видеоператором потому что скажем так сейчас у меня в общем то нормально видно правильно то есть резкость плохо видно на картинках ребят дело в том что есть картинки они объясню они растянутые то есть сама картинка она маленькая для того чтобы ее хоть как-то ну в презентацию пришлось их немножко растянуть и четкость этих картинок конечно же желает лучшего откровенно скажу поэтому может быть из-за этого вот потому что я так понимаю оль я так понимаю что не все картинки не полностью все не резко а что-то ну какие-то картины ну какие-то вот картинки с презентации я так понимаю ну давайте короче сейчас закину хоть какую-то картинку с презентации вот остановка стоянка допустим вот давайте сейчас закинул вот картинку сейчас видно нормально и вот две картиночки я сейчас закидываю на одной не очень хорошо видно на другой более-менее ну вот сейчас все отлично да но с другой стороны вот смотрите вот я сейчас закинул две картинки вот слева картинка она резкость не очень хорошая почему потому что картинка в общем-то подтянутая вот справа картинка более четкая а с левой более натянутая но даже я вот смотря сейчас на экран я вот вижу что вот это допустим картиночка она подтянутая я вот взял и вот растянул допустим вот и она получилась вот качество не очень если сделать ее поменьше она конечно будет качество гораздо лучше но может быть это из-за бог его знает ребят ну откренно говоря я ну я поспрашиваю конечно оператора что с этим на самой трансляции была хорошая резко да бог его знает и конечно пообщаться еще с оператором что то может быть при почему получается в записи так не очень хорошо получилось хорошо я понял я понял этот самый я обязательно задам вопрос пусть он посмотрит на прошлую презентацию и я думаю этот вопрос мы решим так ну что давайте начнем как я уже первая у нас тема остановка и стоянка тема довольно таки серьезная вот она ну и начнем с самого начала самого самого начала это тема при отсутствии специальных мест доставки или обычный разрешается парковаться как можно проявить так чтобы не препятствовать движению других ну тут имеется ввиду что для остановки либо стоянки нужно использовать специально отведенные места это как на первой сумке показаны вот такие заездные карманы либо же если специально отведенных мест нету то нужно ставится так чтобы не препятствовать движение как нарисовано на картинке номер два так ну вот так еще можно парковаться право дорожного движения разрешают парковаться и на левой стороне дороги если мы тут только в населенном пункте при условии что дорога имеет одну по одной полосе в каждом направлении без сплошной линии разметки без травмальных путей посредине без запрещающих знаков в этом случае может опарковаться как справа так и слева дороги ну вот что в населенном пункте далее по одной полосе движения в каждую сторону видите по одной полосе и вот водители автобуса розовика легковой мотоцикл остановились на встречу движения видно видите вот на белом фоне что въезд в населенный пункт далее исключение дороги с односторонним движением на левой стороне дороги с одного по станка разрешается в населенных пунктах на дорогах с одного по станка Значит, смотрите, на дорогах с односторонним движением нам, водителям легковых автомобилей, разрешено останавливаться как справа, так и слева. Значит, автобусом и грузовым автомобилем совершена максимальная масса более 3,5 тонн, можно останавливаться только справа. С левой стороны могут останавливаться только грузовые автомобили с целью погрузки и разгрузки, допустим, приведения товара в магазин, так и так далее. А также автомобили, занимающиеся уборкой территории и так далее. И то же самое трактора. Только так. Во всех остальных случаях только на правой стороне грузовика можно останавливаться. Вот так. Еще одно исключение вот такое. Вот видите, два легковых автомобиля мы можем останавливаться как справа, так и слева. Вот сверху дорога. Самый первый верхний рисунок. Чем просто дорога мы можем останавливаться слева, на дорогах с односторонним движением мы можем останавливаться слева. Вот на последнем рисунке с правой стороны видно, что мы можем останавливаться как справа, так и слева на дорогах с односторонним движением. Далее. Если по центру нет трамвайных рельсов, вот человек остановился с левой стороны дороги, А есть трамвайная линия, трамваю невозможно объехать. Поэтому этого делать, естественно, конечно же, это грубейшее нарушение. Дальше. Нет запрещающих знаков. Да, можно остановиться. Там нет запрещающих знаков, либо же запрещающие разметки. Видите, вот оно. Вот такой вот разметки. Так, и еще один нюанс. Сейчас запрещено останавливаться возле бульвара или разделительной полосы. То есть вот на такой дороге. Вот показаны два автомобиля, которые припарковались на вот такой дороге. В этой ситуации это не дорога с односторонним движением. В данной ситуации показана дорога, где вместо разделительной полосы есть бульвар. И эта дорога имеет отдельные проезжие части. Но в данной ситуации это проезжая часть. Это не дорога с односторонним движением. Понятно? Ну, представьте себе, что вы, допустим, едете у нас по Московскому проспекту. Можете представить себе вот этот, который сейчас в сторону новых домов. Три полосы в одну сторону. И вы возле крайней левой, которая самая скоростная, остановитесь. Да вы же там и минуты не простыте, вас несут моментально. Поэтому ни в коем случае. Только возле правого борьера. Далее паркуемся в один ряд. Исключение составляет только лишь мотоциклы без бокового прицепа, мопеды и велосипеды. Все остальное с боковым прицепом, видите, запрещается. То есть два легковых нельзя. Два мотоцикла нельзя. Тяжелых. Один легкий, один тяжелый нельзя. Но два мопеда пожалуйста. Два велосипеда пожалуйста. Если два мотоцикла без коляски, то это уже пожалуйста. Вопросов нет. Дальше, дальше, дальше. У нас что еще? Паркуемся по другому только передней части автомобиля. Если не мешать. Значит на дорогах, где есть пешеходное движение. Тротуар или пешеходная дорожка. Мы паркуемся только передней частью. Как показано здесь на картиночке. Ну скажем так. Это связано с безопасностью для пешеходов. То есть в любом случае задний ход. Это опасное. Это опасный маневр. Почему? Потому что водитель видит очень-очень ограниченное поле сзади. Это зеркала. Это даже если он разваливается. То все равно вид не очень хорошая. И чтобы исключить наезд на пешехода. Нам водителям обязали. То есть парковаться по другому проезжей части только передним передом. Вот так. А вот на подъемах, на подъемах, видите, только задней части. Ну так в виде исключения. Если бы парковка на подъем. Видите, таким вот образом. Для чего таким образом? Что если, чтобы исключить возможность самопроизвольного откатывания. То есть в данной ситуации мы припарковались с задним ходом под углом проезжей части. И колесиком уперлись в бордю. Чтобы не допустить самопроизвольное откатывание. Дальше. Дальше у нас есть особенность табличек. Способ постановки на стоянку. Значит, я уже рассказывал за них. У нас есть вот такая вот табличка стоянка и способ постановки. То есть в этой ситуации мы можем на стоянку поставить только так, как показано на табличке. Я уже говорил, что вот нижний рисунок, видите, способ постановки, табличка способ постановки. Вот таким образом может стояться любой автомобиль. Любой. Легковой грузовой мотоцикл с боковым без разницы. А вот как на верхней табличке, в этом случае могут стоять на стоянке только легковые автомобили, а также мотоциклы с боковым прицепом. Вот так. Все помнят, да, что боковой прицеп это коляска. Вот ушел. Куда выблизывается коляска. Так. Вот такая вот еще картинка. Видите, вот. Парковка для любых транспортных средств. То есть легковые мотоциклы, грузовики. Грузовик 5 тонн. То есть все нормально. Вот так тоже нормально. Вот под этот знак с табличкой можно парковаться легковым автомобилем. В данной ситуации автомобиль Газель является легковым автомобилем, потому что у него разрешена максимальная масса до 3,5 тонн. Так, поехали далее. Ну вот, видите, картинка очень размытая такая. Ну, здесь и справа, и слева знаки стоянка. Вместо стоянки и способы поставки на стоянки показаны на табличках. Вот. Вот еще табличка. Видите, в данной ситуации грузовый автомобиль поставил машину на стоянку неправильную. Ему под этот знак стоянка здесь запрещается. Легковым мотоциклом. Да, пожалуйста. Для меня нет. Вот так еще можно показать. Вот в данной ситуации. Ну, тут просто не записали разрешенную массу этого грузового автомобиля. Если она до 3,5 тонн, то ему так останавливаться можно. Если более, то нельзя. Теперь, если у нас трамвайные рельсы с правой стороны дороги, в этом случае остановка разрешается только для посадки и высадки пассажирам, а также для поворота направо на перекрестке. На перекрестке для поворота направо. Вот разрешается остановка. Вот, и сзади перекресток у нас светофор, либо же знаки вступить дорогу. Нам нужно поменять направо. В этом случае мы поворот совершаем с трамвайных путей погодного направления. Направо. Понятно? Ну, и остановиться можно точно так же. Опять же таки, в этих случаях запрещено препятствие движению трамвая. То есть нельзя обогнать трамвай, допустим, перед ним остановиться, чтобы он резко вытормаживался, пусть не резко вытормаживался. Но все равно подъехал, встал и начал сигналить своим звоночком. А мы сидим, курим, пока кто-то у нас выходит с машины. И спокойно так себе там, у тебя такой прекрасный звоночек, у тебя так классно звенит. То есть этого нет, конечно же, допускать нельзя. Дальше. Остановка запрещена на железнодорожном переезде. На самом железнодорожном переезде. Ну, это понятно, да? Так, на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обоих сторон. То есть 10 метров до и 10 метров после. Понятно? Дальше 10 метров запрещено. Вон, вот тут тоже показывает пешеходный переход, да? То, как у нас стоит, запрещается. Вот еще один. Исключение. Можно останавливаться для пропуска пешехода на пешеходном переезде. А также красный. Остановка на красный сигнал. Высадка, посадка пассажиров. Вот это вот запрещается. Запрещается на пешеходном переходе. Я не знаю, откуда это взялось. Ну, вот так вот. Так. Запрещена остановка на мостах, путепроводах и стакадах. Ну, по мосту понятно. Путепровод и под ними. На путепроводах и стакадах. И под ними. Запрещена остановка в тоннелях. По-любому в тоннелях. Видите? На въездах и выездах из тоннелей запрещена остановка на трамвайных путях. Отделенных от проезжей части. Вообще двигаться нельзя. Так. Далее. Перекресток. Плюс-минус 10 метров. От пересекаемой проезжей части. Если нет пешеходных переходов. Вот. В данной ситуации показывается, где нам запрещено остановиться. В данной ситуации пешеходный переход. Вот. И нам все равно как нарисовано. В А. Запрещено почему-то. Потому, что 10 метров до пешеходного. Интересно, да? Вот уже хорошая картинка. Но с другой стороны. Для пропуска приближающейся автомобиля. Мы должны будем остановиться так, чтобы нам было видно в обе стороны. Поэтому вот здесь, в данной ситуации, перед перекрестком, правила дорожного движения разрешают остановку. Ну, для того, чтобы осмотреться там и так далее. Вот. А уже за перекресткой, видите, 10 метров показали, что вот в это расстояние, которое остановится запрещено. Не ближе. 10 метров. Так, поехали дальше. На Т-образных перекрестках без сплошной линии разметки. То есть, есть Т-образные перекрестки. Вот здесь, видите, сплошная линия разметки. И полностью. В этом, ну, сейчас я покажу. Вот в данной ситуации, вот здесь остановка запрещается. Вот. А вот на этом рисунке показано, где остановка разрешена. То есть, есть Т-образный перекресток. Но дорога, на которую мы выезжаем, отделена сплошной линией проезжей части, где от остановившегося транспортного средства и сплошной линии не менее 3 метров. В этом случае остановка разрешается. Понятно? То есть, в принципе, это уже считается, как и не перекресток. Вроде бы так нам показали, что вот это типа не перекресток. Запрещено останавливаться на выездах из дворок, заправочных станций, стоянок. Вот. И ближе 10 метров от этих выездов тоже. То есть, в данной ситуации желтый и синий автомобиль нарушают. Белый не нарушают. Вот так вот. Далее. Запрещена остановка, если до сплошной линии или же противоположного бордюра менее 3 метров. Вот. Ну, опять же таки, вопрос. Хочу предупредить ваш вопрос. Это как, если машина останавливается до противоположного бордюра меньше 3 метров. Я объясню. Это очень просто. Это как, допустим, вот у нас в наших микрорайонах. Посмотришь, легковушку вроде припаркал поближе к бордюрчику. Вышел с нее. Глянул, да, где-то метра 3. То есть, объехать можно. Но припаркуя грузовик, он пошире легковой. И уже меньше 3 метра, и уже грузовик никто не объедет. Вы поняли, имеется в виду, что? Ну, вот. Далее. Ближе 30 метров от посадочных площадок или остановок маршрутных транспортных средств. На что хочу обратить ваше внимание. Видите, вот заездной карман. Написано, знак 541.1, да? Вот, с правой стороны, по дороге, да? Вот заездной карман для маршрутных транспортных средств. Так вот, от закругления в одну и в другую сторону 30 метров, это там, где остановка запрещена. Если нет заездного кармана, то остановка запрещена до знака. 30 метров в одну сторону и в другую сторону от знака и до знака. То есть, вот два знака у нас, остановка маршрутных транспортных средств. Один на сейнем фоне, один просто табличка расписания. Вот по другу. Вот. Так вот, эти два зачкальки с левой стороны дороги, показаны два пассажира на остановке, да? Маршрутка подъезжает, останавливается. В этой ситуации от знака остановка для маршрутных транспортных средств в одну сторону 30 метров и в другую сторону от знака уже. Если здесь в заездном кармане от закруглений, то в этой ситуации от знака до знака. Так, далее. В местах ремонта дороги и ближе 10 метров от этого знака. А также в зоне выполнения дорожных работ. То есть, нельзя объехать знак, ну, здесь показано, что ограждено, да? Вот таким заборчиком. А представьте, у нас же сколько раз вы едешь и просто даже фишек вот так не стоят. Просто стоит знак, заборчик только полосатенький, да? Стоит знак дорожной ремонтной работы, там ограничение скорости, объезд препятствий, да? Вот, так вот, до знака 10 метров и за знаком, то есть, нельзя объехать знак и стать там, где работники ремонтируют, да? Запрещено в местах, где с озоном их проезды транспортных средств для движения пешеходов. Вот так вот. Далее. В местах, где транспортные средства перекрывают светофоры, либо дорожные знаки. Ну, такая ситуация у нас еще пока на новых иногда присутствует. Редко, но присутствует. Далее, 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 далее. Стоянка запрещена. Стоянка запрещена там, где запрещена остановка. Ну, естественно, если останавливаться нельзя, то стоит так тем более. То есть, на трамвайных путях, а также непосредственно близлежа от них, если это создаст моих движения трамваев, на железнодорожных переездах, в тоннелях, на мостах, путемроводных эстахадах, если движение в данном направлении имеется менее трех полос и под ними. Так, ну, тут вот это вот последнее, если движение в данном направлении имеется менее трех полос, это не старших, правило, там где-то. У нас неважно, сколько на мостах, путемроводных эстахадах и под ними остановка и стоянка запрещены. Так, поехали дальше. На тротуарах. Опять же таки, вот у нас правило дорожного движения так хитро говорят, запрещена остановка на тротуарах. И тот же следующий пункт, запрещена остановка на тротуарах, кроме случаев, при условии, что для движения пешехода высота не менее двух метров. То есть, мы можем, допустим, поставить машинку на тротуар или мотоцикл с боковым прицепом. Только легковой автомобиль и мотоцикл с боковым прицепом могут оставиться на тротуаре. Но при условии, что от вашего транспорта следствия и до здания, то есть от этого тротуара, должно оставаться не меньше двух метров. Тогда в этом случае разрешается остановка. Если же нет, то извините, подвиньтесь. Так, наши таблички исключения, места обозначены соответствующими знаками с табличками. Далее, ну вот такая вот табличка, видите, с левой стороны, вот стоит на левом рисунке голубой автомобильчик, метр для движения пешехода поставлен неправильно. А с другой стороны, два метра для движения пешехода поставлен неправильно. Ну и вот я взял картиночку с жизни из нашей, да, вот здание, вот машинки остановившиеся. У некоторых машин есть два метра, а у некоторых машин, ну где-то около двух, а у некоторых машин два метра нету. То есть заехали так, что для движения пешехода, то есть уже поставлены машины на стенку с нарушением правил дорожного движения. Далее, ближе 50 метров до железнодорожного переезда и от железнодорожного переезда. Ну вот так вот. Это стоянка, это стоянка запрещается. Помните, это не остановка, это стоянка. Дальше, на крутых поворотах. На дорогах с ограниченной видимостью, на крутых поворотах, на дорогах с ограниченной видимостью, менее 100 метров, хотя бы в одном направлении и перелом продольного профиля. Дороги, такое у нас тоже присутствует. Как посмотришь на дорогу, она такая шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу. Ужас. Поэтому вместо дороги останавливаться, стоять тоже запрещается. Ну вот еще одна картинка. Загородный диабзон на спине 100 метров. Хотя бы в одном направлении. Запрещается, если из-за нас невозможно, движение других транспортных средств или пешеходов. Запрещается так машинку ставить. То есть вот заехал в парк, заехал в наглую на пешеходный тротуар. Ну, понятно. Так, ближе пяти метров от контейнерных площадок для сбора бытовых отходов. Сейчас, если помните, у нас практически во всем Харькове вот эти контейнеры для бытовых отходов сделаны специально. Так вот такие площадочки для них. Микроры у нас сделаны. Так вот, ближе пяти метров к этим площадочкам ставить машинку. Совершенно. Ну, вот ситуация. Видите? Вот как, допустим, автомобили, которые занимаются уборкой этих контейнеров, как подъехать к этим контейнерам и разрузить их? То есть, ну, фактически никак. То есть, люди поставили машину так, чтобы делали невозможным подъехать к этим контейнерным площадкам. Далее. На газонах. Тоже на газонах стоянка запрещается. Ночью или при недостаточной видимости за городом стоять на проезжей части или обочине запрещено. Где можно стоять? Есть за стенницей специально, в отеле. На дорогах есть, если есть. Ну, на крайне, на самой крайне, на заправочных станциях. Как вариант. Как вариант стоят, он заезжает машина на большие крутые заправочные станции, где есть от камеры, где освещение хорошее. Можно на них останавливаться и отдыхать. Ну, для тех, для экстремалов, кто любит поспать в машинке. Далее. Уходя из автомобиля, обязательно принять меры, чтобы, во-первых, для того, чтобы он не покатился, и чтобы в него не проникли другие нехорошие люди. Это по поводу проникновения, а вот это вот по поводу покатился. На сценках вот это часто-часто. Подъехал, остановился, заглушил, вышел. Посмотрел, она покатилась только ляг и догнала кого-то впереди. Не сильно, но неприятно. По поводу непроникновения, я хочу на что обратить ваше мнение. Я сейчас специально остановил на этом кадре. Ребят, когда-то наблюдал картину. Наша Пушкинская, ну, еще трамвайные рельсы были. Там был раньше магазинчик в джакузи, я остановился. Вот. И знакомого ждал. И видел картиночку. Подъезжает машинка, небольшая машина, женский вариант, типа Тойота Ярис, что-то такое легаврис, не помню точно. Вот. Выходит девушка, ну, женщина-девушка, не знаю, ну, молоденькая, где-то лет до 30. Вот она выскочила. На минуточку. Там рядышком какой-то салон был. Будьки. Она выскочила на минуточку. Знаете, а я сидел в машине, ну, по привычке сидел справа, потому что там руля нет, можно там вот так сидеть, как хочешь. Вот. И мне что-то резонуло по глазам, когда она закрывала дверь. Мне что-то резонуло по глазам. Я вышел, закурил, и так прохожу мимо по тротуарчику. Иду так, ё-моё, шинкать. И вижу, ну, да, картину. Ребята, я обалдел. Ну, хорошо. Пассажирское сидение, стекло открыто, но вот столько. Водительское опущено почти полностью. Ну, вот так торчит только слезу. Нет, она сумочку взяла. Я всё прекрасно понимаю. Ребята, я прохожу дальше. В ключа, в замке зажигания торчит ключ. Вот это, думаю, красота, да? Вы же понимаете, что любой уважающий себя угонщик, проходя мимо вот такого безобразия, он посчитает это как пощёчина для себя. Ему эта машина нафиг не нужна. Но, проходимыми вот такой наглости, мало того, что машина открыта, так ещё и ключ в замке зажигания. Он просто сядет, проедет два квартала, заедет в какой-нибудь двор, подворотню, да? Поманит бомжа, даст ему денег, скажет, вот с этой мусорки закидайте салон. Подождёт, пока не накидать, и уйдёт. Вот принципиально, понимаете? То есть, ну, я не знаю, как так можно. Я скажу честно, я минут 15 потом подошёл товарищ, мы уехали, её так и не было. Она не вышла. Понимаете, вот логика. Ну, сейчас же, ну, уже не так, как раньше. Ну, я помню, на «Жигулях», да? Надо было прыгать, там, кнопки нажимать, двери, чтобы закрывать, да? Крутить эти ручки, поднимать стёкла. Ну, сейчас же всё просто. Господи, ну, вышел, сигнализацию нажал, пик, стёкла поднялись, машинка закрылась. Ну, блин. Ну, оставить даже в машине ключ. Я, конечно, был в шоке, если честно. Объясняю, серьёзно говорю. Я просто к чему-то говорю, что, ребят, не делайте вы вот так. Потому что вы лишите своего автомобиля. И серьёзно, это очень сильно будет приличное потрясение, как нервы, так и всего остального. Поэтому, я же говорю, что, будьте внимательны с этим делом, не надо шутить. И вот так никто по машинку лезть не будет. Так. Ну, это можно. Оставляйте автомобиль, чтобы он не покатился, да? Запрещено открывать дверь, если это создаст уроду другим участникам дорожного движения. Он открыл дверь, а её обратно в сторону вывалило. Хочу на что сказать, чтобы обратить внимание. Я, когда учился в автошколе, да? У нас было в право дорожного движения написано так. Вот. Перед тем, как открыть дверь, мы должны убедиться, что это не создаст препятствия. Но. Объезжая остановившийся автомобиль, водители должны выдерживать интервал на ширину открытой двери. Кстати, вот по такой картинке я уже видел. Короче, смотрите. Метромосковский проспект. Вход в метро. Если ехать на... Ну, что он в ХТЗ? Короче. Было лето. Я там должен был не ученик подъехать. Ну, бывший ученик. Вот. И я залез на выход из метро, но там как раз тянем человек такой, наблютая картиночку. Подъезжает в Волга 31, выходят два тяги. Ну, один такой, как я, может, чуть выше ростом. Такой, где-то килограмм под 200. Вот. А второй такой поменьше, такой крепушок, водитель. Ну, вот они вышли, пошли там в конструкторское бюро, Малышевское. Они туда пошли, что-то быстро они вернулись. Вот. Этот водитель, маленький такой, подходит, открывает двери водительские, а тот с той стороны стоит. Поворачивается, а тут летит Ренок Кенга, по-моему, что-то такое. Вот. Он это все дело увидит и прыгает туда. В салон. Короче, прыгает в салон. Тут открывает дверь пассажирскую, а тут водитель. Вот. Этого Кена уплотит дверь, дверь в обратную сторону, как на картиночке было, да? Я смотрю, думаю, е-мое, ну, обалдеть. Мало того, значит, они оба подкованные. Ну, этот, типа, начальник, не лезет, водители. Выскочил молодой парень, лет 25, ну, тут 30-ки, с этого Кена. И они начинают разговаривать. Вот, уки-палки, ты что, не знаешь, что нужно объезжать на ширину открытой двери? Ты должен убедиться, что никому не мешаешь. А что ты открывал, ты же видишь, потому что я еду. В общем, слово «засла» вызываем гаишника, значит, гаишник. Вызываем гаишник, вы вызываем. Я говорю, пацаны, можно вам дать отдельный сайт? Они говорят, какой? Я говорю, напишите друг другу на списке, что вы никому ничего не имеете претензий. И быстро-быстро уезжайте отсюда. Они, почему? Во-первых, вы оба нарушили правила дорожного движения. Это какие? Я говорю, вот посмотрите в сторону центра, показываю. Видите, там знак висит. А там висит знак полоса для маршрутных транспортных средств. 5.8. 5.8. Вот. Полоса для маршрутных транспортных средств. Мало того, эта полоса отделена от проезжей части, показанной сплошной линии разведки. Отделена от проезжей части сплошной линии разведки. Вы, говорю, не имели права здесь остановиться, а ты не имел права по ней ехать. Что проявило к созданию ДТП. Сейчас любой наряд, проезжающий мимо, остановится, чтобы с вас, чтобы сбранился, с лишним ножка шерстекло. Вот. А тут, смотрим, товарищ, подъехал, уже народ так поднимается собираться. Ну, рано было еще, часу на пол 11. Смотрим, товарищ, подъехал к этой сплошной линии, остановился, открыл дверь, давай быстрее, у меня здесь стоять нельзя. Я говорю, ну, вы как хотите. А вот этот дядь говорит, а, говорит, откуда вы так правило знаете? Я говорю, да, я здесь их преподаю. Я говорю, ну, ладно, вы сами так решайте. Я, правда, на машинке уехал. Но знаете, в чем прикол? Походу, они сообразили, что они виноваты, потому что я где-то часа через полтора возвращался обратно, их уже не было. То есть, если бы они вызывали гаишников на такие ДТП, если нет жертв пострадавших, то гаишники обычно приезжают где-то, ну, часа через четыре-пять приезжали. Вот. То есть, они бы часов до двух, до трех точно стояли бы. Ждали бы гаишников. Вот. А так как их не было, я так понимаю, что они включили мост и все правильно сделали. Вот. Поэтому я почему-то говорю, потому что такие вот варианты, они встречаются и сейчас довольно-таки серьезно на дороге встречаются. Так. Еще вот такая вынужденная остановка. Если мы где-то остановились в местах, где остановка останавливаться нельзя, то мы должны включить аварийную сигналировку и выставить знак аварийной остановки и убрать машинку в сторону, вправо, применяя при этом любые возможности вплоть до таких вот. Взять и оттолкать. Ну и вот еще. Если это делать невозможно, то аварийка плюс знак аварийной остановки. То есть вот показал, как это делается. То есть машинка поломалась, мы выставили знак аварийной остановки, включили аварийную сигнализацию, звоним знакомым кому-то, подъехали на буксир и отвалокли нас либо в Мосярску, либо там, где наш автомобильчик стоит. Ну, вораженец. Так. По поводу остановки стоянки, в общем-то, можно сказать все. Да. Все. Окончена тема. И, как обычно, в этом случае, ребятки, вопросы по теме, если есть, задаем. Вот. Если вопросов нет, то пойдем в следующую тему будем посмотреть. так, что вопросов нет. Так, что вопросов нет, но... спасибо. Спасибо, Ирина. Спасибо. Понимаю, вы по недельным день торжены. Ой, Ириша тоже написала. Спасибо. Хорошо, давайте тогда все-таки перейдем к проезду перекрестков. Так. Тема проезду перекрестков. Хорошая серия на тему. Давайте с самого-самого начала. Какие бывают виды перекрестков? Регулированный перекресток, это регулированный или светофор, и нерегулированный перекресток, там, где светофор выключен, либо же работает в режиме умирания желтого сигнала, либо же светофор отсутствует вообще. Регулированный перекресток, там, где находится два перекрестка. На одном светофор рабочий, на втором регулированный. Ну, в данной ситуации светофор работает в полном режиме. То есть, все сигналы работают, красный, желтый, зеленый, все работает. Вот. Нерегулированный перекресток светофора или желтый, мигающий или неработающий светофор вообще. Ну, на первой кокиночке желтый, мигающий, на второй кокинок светофора вообще есть, нету, значит, Но есть дорожные знаки приоритета. Но оба эти перекрестка являются нерегулируемыми. Поехали дальше. При повороте на любом перекрестке, что на регулировании, что на нерегулировании, правый поворот пропускаем велосипедистов, которые справа от нас, и пешеходам за поворотом. С левой стороны то же самое, пешеходы на пешеходном переходе. Ну я уже говорил, по-моему, не говорил, в данной ситуации горит зеленый нам, горит зеленый велосипедисту и горит зеленым пешеходам. Знаете, да, об этом? То есть вы видели, даже если нет пешеходных переходов, на пешеходном переходе светофор, то пешеходам в этом случае разрешается движение. И они имеют преимущество на право. Поэтому при повороте на право либо на лево обязательно пропускаем пешеходов. Ну и велосипедистов само собой соответственно. Так, как производится левый поворот? Мы на разрешающийся на светофора выезжаем на среднюю перегрузку, останавливаемся, пропускаем встречные транспортные средства, едущие нам навстречу прямо, либо же поворачивающие направо. И только после этого завершаем проезд перегрузка. Понятно? То есть вот это правильный проезд перегрузка. Вот удобно совершаться только так. Дальше. Где надо остановиться на красный свет или чтобы пропустить транспортные средства и пешеходам? В данном случае непосредственно перед стоп-линией. То есть вот так как синий автомобиль останавливается, запрещается. Вот. Перед светофором, чтобы видеть его сигналы. То есть не надо в данной ситуации останавливаться на стоп-линии прямо и нифига не видите. Но стоп-линия это когда светофор не будет работать. Вот на ней вам надо будет остановиться, чтобы выполнить древний знак и уступить дорогу. Вот так. В данной ситуации мы должны стать так, чтобы видеть сигналы светофора. Далее. Перед перекрестком, чтобы оставалось место пешеходам, переходящим в дорогу. Далее. Запрещено выезжать на перекресток, если образовался затор, который нас вынудит остановиться на перекрестке. Ну вот показали, что на перекрестке затор стоит белый автобус. За ним выехал желтый, как обычно они друг за другом, даже может быть этот ролейбус. И перегородили наглухо перекресток. Мало того, еще на легковушке кто-то решил, да проскочу. Не получается, остановился на пешеходном переходе, что затруднит движение пешеходам. Поэтому его тоже перечеркнули и показали, что этого делать было ему нельзя. Дальше. На регулированной перекрестке. Начинаем так. Вот хочу на вот этом обратить ваше внимание. Регулированные перекрестки. Тут есть сразу написано. Начинаем движение на разрешающий сигнал, когда пешеходы закончили переход. Проезды в части и из других направлений покинули перекресток. Значит, ну давайте как это звучит в оригинале. Перед началом движения на разрешающий сигнал светофора либо регулировщика. Водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим дорогу. А также автомобилям, заканчивающим проезд перекрестка. В данной ситуации на первой картинке показан пешеход, который заканчивает переход проезжей части. И его в любом случае нужно пропускать. Пешеходы на пешеходном без остановка безопасности посреди дороги стоять не должны. И на второй картиночке показано, что, видите, черный и белый два автомобиля. Так вот, показано, что этим автомобилем загорелся зеленый, но на перекрестке. Заканчивает разворот, грубо говоря, красный автомобиль. Так вот, перед тем, как начать движение, нужно дать возможность ему закончить проезд перекрестка. То есть, очень просто. Он выехал на разрешающий перекресток. И, ну, это я уже забегаю вперед, это пункт 16.8, мы сейчас к нему подойдем. То есть, который четко нам говорит, что водитель, выехавший на пересечение проезжих частей на разрешающий сигнал светофора, должен поехать в намеченном направлении, независимо от сигнала светофора, на выезде. То есть, очень просто. Он выехал на разрешающий, но пока пропускал встречные транспортные средства, прошла смена светофора. Но в этой ситуации он не должен находиться на перекрестке, он должен покинуть перекресток в намеченном направлении, независимо от светофора на выезде. Вот так это примерно. Она говорит, что я хочу, почему я на это обратил ваше внимание? Ну, во-первых, у нас сейчас, понимаете, я не знаю, ну, сейчас и до всей этой войны, в последнее время Израиля, ну, лет, наверное, последних пять, я постоянно замечаю, вот у нас в городе замечают такую тенденцию, загорается желтый на светофоре, и машины срываются. Куда вы срываетесь? Вот честно сказать. Вот сегодня я ездил, да, немножко по городу там с учеником катались, я смотрел, как это происходит, и вот за полтора часа, что мы проехали, ну, мы ездили в автоном, по центру проехали, и я скажу, вот как-то вот, ну, народу, я не знаю, ну, просто как без башни. Если, допустим, на окраинах, там на салтоке, там вот салтоке начинали, вот, как-то люди подъехали, там, остановились на светофоре, дождались зеленого, спокойно тронулись, то в центре, не знаю, такое, как будто, знаете, людей подменили. Вот только загорается желтый, еще зеленый не загорелся, а они уже срываются с места, летят. Кто-то, наоборот, видит, что будет сейчас красный, уже мигает зеленый, он пролетает уже на желтый перекресток, этот самый, на желтый свет проезжает перекресток, этот сорвавшийся, срывается, тут же потормозавшим ДТП не цельщик, куда, я не знаю, чтобы вас. Ребята, не торопитесь, не спешите, не нужно вам. Вы знаете, тише едешь, меньше платишь. Это наша хорошая пословица водительская, поэтому не надо торопиться. Вот в этой ситуации, если мы выполняем левый поворот, либо же идем прямо в данную ситуацию, трамвай имеет преимущество направо. У трамвая горят повороты, то есть трамвай будет поворачивать направо, нам горит зеленый и трамвай горит зеленый. В этом случае трамваю предоставляется преимущество. Здесь повороты выключены, но на всякий случай, почему здесь написано? Левый поворот или разворот. Либо же движение прямо. В этой ситуации мы обязательно должны пропустить трамвай. Понятно? Вот. Такой у нас перекресток, это в Плехановской и Кирово. Где раньше был кинотеатр Ромина. В общем, вот такая ситуация. Там получается, если ехать в сторону центра, трамвай поворот направо. В сторону Кунного рынка. И вот там часто смотришь, машины срываются, и резко по тормозам, там по прямой, либо направо, либо налево. Резко по тормозам, и трамвай начинает переораживать, дорога начинает поворот. Далее, встречный тест, который делается прямо или делается правой поворот. То есть, вот то, что я говорил. Мы должны выехать на срывину перекрестка, остановиться, пропустить транспорт, движущийся на нас еще прямо, а также поворачивающий направо. Так вот, в этой ситуации, в этой ситуации, можно остать долго, вы знаете прекрасно, у нас уже много машин в городе ездят, почти все вернулись, кто уезжал в начале войны. Вот, поэтому опять, я смотрю, пробки у нас, опять у нас движняк по дорогам, поэтому машин может быть много. Вот поэтому, если мы выехали на перекресток, то мы должны покинуть этот перекресток. Кстати, если хотите, расскажу, у меня была ситуация с нашими доблестными правоохранителями. Это, в каком, в 16-м году, когда уже полиция стала полицией, ну, а потом в 16-м году. Ситуация такая, перекресток у нас, юбилейный и тракторостроители. Если знать, это ТРК Украина. Вот, мне нужно было с юбилейного, я ехал в сторону 62-го, вот здесь с юбилейного повернуть на тракторостроители, налево сюда, в сторону Любавы, по тракторостроителям, в сторону Класса, туда вот, в ту степь, в сторону Льва-Толстого. Значит, и ситуация такая, я стоял в левом льду. Я видел эту полицейскую машину, она сзади стояла, мигалки включены, на улице уже довольно было темновато, ну, еще не сильно, но уже темнило так хорошо. Вот, я ее видел. Ну, я, допустим, знаю особенность этого светофора. Получилась такая ситуация. Значит, выехали, передо мной две машины выехали на перекресток, вот, пропускали встречные машинки, пропускали, вот, и уже произносила смена режима, они начали лихать, я тоже дернулся, смотрю, остановился. Я остановился, во-первых, почему? Потому что слева от меня водила десятки, сорвался, ну, как сумасшедший. Сумасшедший. Так я выехал еще таким образом на перекресток, что он меня еще так объезжал, вот так. Вот. Ну, я подождал, а там светофор работает вот каким образом, объясню. Загорается сначала нам зеленый, потом загорается тракторостроитель зеленый, потом всем красный свет, зеленый горит только пешеходам. Во всех направлениях пешеходам горит зеленый свет. На пешеходных светофорчиках. Я, зная это, подождал, пока тракторостроитель разъедется, им зарится красный. А так как я на перекрестке, я начинаю движение, выезжав на тракторостроителя, еще и посмотрел, на удивление не было пешеходов. И я только подъезжаю к пешеходам, смотрю гаишники по встречной полосе, включают мигалки, стирену, и за мной, по громкоговорителям говорят, принять право санкции, я останавливаюсь с правой стороны, выхожу, вот они начинают, вот, вот вы нарушили трактор, я говорю, ну, давайте, я говорю, ничего не нарушим, вот вы нарушили пункт 1610, я говорю, ну, какой пункт 1610, я говорю, ну, говорю, уважаемый, ну, вы хотя бы правила дорожного движения не почитайте, вот, вы знаете, что это самое, вы выехали на запрещающийся власть светофора, я говорю, ну, во-первых, я находился на перекрестке, у нас все записано, я говорю, вот и хорошо, что у вас записано, «Значит, вы видели, что я выехал на перекресток, а не как это, а вот так это, давайте определимся, что является перекрестком, перекресток, в течение проезжих частей, гарантия которой, является воображаемой линией от начала закруглений каждой из дорог, мыслью линией от начала закруглений каждой из дорог, говорю, давайте посмотрим в эту сторону, видите, где дорога, бартерный камер закруглений вправо, вот продлеваем его и тут такая же ситуация, как у меня машина выехала, больше половины машины уже стоит на перекрестке в этом ситуации, которая была вы должны были остановить водителя вот этой десятки, которая рванула еще, говорю не загорелся ему даже зеленый хотя в правилах дорожного движения в пункте 16.5 четко сказано водитель начинает движение разрешающий сигнал светофора обедом вступить дорогу, пешеходом заканчивающим переход, прежде чем также водителям заканчивающим пресс-перекресток, вот его вам надо догонять и останавливать будем писать протокол я говорю, да ради Бога, будем писать протокол ну потом разговаривали зафер, он говорит, откуда знаете правил дорожного, я говорю, ну работу преподавателю, а можете доказать я говорю, еще доказывайте есть какой-нибудь документ, я говорю, ну есть ну покажите, показал ну хорошо, ладно мы вам поверим, я говорю, мне не надо верить есть ли вы, считайте, что я не правил, давайте составим протокол не, 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 не будем отдавьте документы, я разознащиваю я говорю, счастливая дамы, я разознащиваю а можно задать вопрос я такой, ну давайте, я говорю, задавайте скажите, пожалуйста а как вы поступили, если бы вы написали протокол? Я говорю, очень просто сейчас составили протокол я бы сегодня позвонил адвокату а завтра утром с адвокатом с вашими данными на руках я поехал бы сразу в прокуратуру потому что полицейский, который не знает правил дорожного движения на дороге ему делать нечего и в полиции ему тоже делать нечего, потому что вот ваши листья вот эти вот, не зная правил дорожного движения ну красиво козыряя пультами правил дорожного движения 16.10 вот туда-сюда а вообще 16.10 это пункт для дополнительной секции где сказано, что на дополнительную секцию и как ехать на дополнительную секцию а как ехать на табличку на уровне красного 17 форума это не может быть а напарник с вами девочка была с адвокатом тащит уже правил дорожного движения и смотрит я говорю, вот у вашей напарницы спросите а то, что вы пытались безгазета пункт вообще-то пункт 16.8 который я не наружу а выпал вот я вас понял спасибо в счастливой дороге смотрю девочка подошел она им что-то рассказала они сели в машину я еще не успел сесть они раз обгнали поехали вот такая ситуация я так чему вам рассказываю ребят все очень просто хотите спокойно чувствовать себя на дороге надо знать правила дорожного движения пусть не на моем уровне но знать я понимаю их не надо учить их просто надо знать когда к вам подходят какие-то полицейские и начинают вам рассказывать сказку то вы не должны пугаться того, что вы бояться вы четко должны сказать что нет я не нарушу потому что я выполнил все так и галит правила дорожного движения вот ну и не знать сейчас правила очень дорого поверьте мне штрафы безумные мало того их оплатить потом еще пойти снять их с базы потому что не просто мы пошли оплатили и все и забыли нет их надо оплатить потом подъехать в городское полицейское управление этаж Шевченко 315 вот туда снять с базы это все дело там еще очередь стоит небольшой там небольшая но очередь всегда присутствует понимаете то есть это головняка море потому что деньги большие зачем головняка зачем вот добрались зачем лучше не нарушать все правильно поехали дальше так на этом мы остановились следующий у меня такой перекрыс еще те кто если два автомобиля делают левый поворот то в этом случае ваша траектория не пересекается вы разъезжаетесь правыми бортами скажу честно и откровенно красивые картинки скажу честно красивые но это не наши картинки если заметите обратите внимание я сразу говорю потому что потом сейчас борисович это дорога не с правой сторони а с левой сторони да это дорога с левой сторони но суть то я донес если машинки поворачивают левый поворот то они делают разъезжаются правыми бортами ну в данной ситуации вот так 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 поехали если разрешено движение одновременно трамваю и другим транспортным сельцам трамваю предоставляется преимущественное право скажу что видите вот здесь легковушечки и трамвай легковой зеленый и трамвай в этом случае трамвай имеет преимущество как ни странно но имеет дальше если на регулированном перекрестке траектории транспортных сельцам пересекаются применяем право правой руки вот в данной ситуации два автомобиля ну скажем так в любом случае серый автомобиль поворачивая налево должен выехать на сервере перекрестка остановиться и пропустить встречные транспортные средства в этом случае в этом случае он должен пропустить понятно а вот если бы светофор не работал не работал то работали бы знаки в данной ситуации серый был на главной дороге которая поворачивала налево а у черного знак уступить дорогу тогда бы серый внимательно обращайте на это внимание то есть если есть рабочий светофор знаки не действуют знаки действуют только когда он не работает так поехали дальше выехал на перекрестке зеленый обязательно покинет вне зависимости от сигнала светофора на выезде вот та ситуация но тут есть есть еще один небольшой нюанс вот такой вот это в виде исключения если у нас в виде разъединительной полосы находится клумба или бульвар в данном случае клумб бульвар в этом случае имеется линия стоп в этом случае мы должны выполнить требования линии стоп ну давайте проще называю перекресток где у нас такая ситуация это маршала жукова метро маршала жукова рост бывший таргет вот мы идем в сторону хтз вот такая же ситуация у нас левой стороны бульвар но у нас еще есть светофор там вот здесь на картинке линия стоп нарисована 562 но там еще у нас есть и светофор так вот мы выезжаем на зеленый делаем поворот налево и останавливаемся на красный почему потому что встречным автомобилем тоже зеленый то есть вот на встречу белый автомобиль видите едет на встречу он ему тоже горит зеленый сигнал понимаете то есть и мы в этой ситуации пользуемся каждым из светофоров если есть линия стоп мы останавливаемся на этой табличке линия стоп понятно пропускаем вот эти машины но тут видите в чем прикол если просто линия стоп то мы можем просто пропустить машины которые здесь есть и дальше продолжить движение через перекресток если светофор то ждем разрешающего сигнал только так так следующее при движении на стрелку в дополнительной секции на светофоры красный плюс зеленая стрелка движемся как со второстепенной дороги то есть что это значит это значит что пересекаемая дорога является по отношению к нам главное но нам разрешено повернуть направо но при этом мы должны пропустить пешеходов только здесь неправильно пешеход нарисован пешеход будет переходить перед нашим автомобилем видите не точная картинка потому что в этой ситуации вот эта пересекаемая дорога может быть с зеленым сигналом светофора легко а может стоять наоборот поворот налево вот такие там где пешеход нарисованы туда на стрелочке налево и со встречного тоже налево а эти два поворота направо делать то есть пешеход если будет если вдруг такая ситуация то он будет проходить перед нами то есть перед черным автомобилем вот его пропускаем и при повороте пропускаем транспорт средства которые движутся по пересекаемой дороге на которую мы поворачиваем ребят это важно почему потому что часто мы думаем да вот зеленая стрелка мы такие гордые можем ехать нет она не дает преимущество на право проезда если включена с красным сигналом светофора она не дает преимущество на право проезда разрешает вернуть да но преимущество на право не дает поэтому если мы попадем в аварию мы были виноваты вот на таком перекрестке вот дальше как это выглядит в жизни эти вот машинки зеленой со стрелочкой в данной ситуации зеленой со стрелкой в этой ситуации мы имеем преимущество то есть мы идем как по главной дороге на светофоре зеленый про зеленую стрелку движемся как по главной дороге вот следующее продвижение стрелки которое на табличке рядом с красным с красным сигналом на светофоре красным пропускаем всех транспортных СССР и пешеходов. Вот здесь правильно картинка нарисована. То есть я за какую картинку имею в виду? Я имею в виду вот эту картинку, где мы пропускаем пешехода. И вот эту. Мы пропускаем пешехода, который идет перед нами. Потому что через вторую землю он переходить не может. Там зеленый горит машина, синяя машина, голубенькая машина. Он едет на зеленый сигнал светофора. Понимаете? Поэтому мы пропускаем пешехода. И поворачиваем направо, когда пропустим машину. И больше их машин не будет. Понятно? Значит еще хочу обратить внимание разницу этих стрелок. На светофоре зеленый делаем поворот, как и на светофоре без таблички. Табличка на уровне красного сигнала светофора. Видите? Зеленый сигнал сплошной. То есть без маркерных стрелок. В этом случае разрешается движение во всех направлениях. То есть если горит основной сигнал светофора, зеленый, он разрешает движение во всех направлениях. Если на нем нарисованы стрелки, то только туда, куда нарисована стрелочка. В данной ситуации табличка действует. Ну, как видите, сразу написали. Уступаем всем и можно направо. Вот. В чем разница вот вот этой дополнительной секции и вот этой вот. Ну, либо вот этой. Объясню. Разница в том, что представьте себе, есть ли вот ситуация такая. Представьте себе. Две у нас полосы. Левая занята, правая свободна. Никого нету. Мы подъехали, нам ехать прямо. Нам нету знака движения по полосам. Вот в данной ситуации. Мы можем остановиться на красной, подождать за лицей зеленой и поехать прямо. с правого ряда. Но. Вот в данной ситуации зеленая стрелочка. Сзади подъезжает машина и сигналит нам. В этой ситуации мы обязаны повернуть в направлении вот этой дополнительной секции стрелочки. Даже если нам туда не надо. Просто потому, что мы заняли не свой ряд. Ясно? Так вот. Табличка таких полномочий не дает. То есть мы остановились на красной. Легко, спокойно стоим. Сзади кто-то подъехал. Если он сигналит, это значит он просто не знает правила дорожного движения. Понятно? Вот. Такие полномочия дает только дополнительная секция. Вот под этот, вот под такую ситуацию мы должны будем повернуть направо. Даже если нам туда не надо. Но обязан. Вот в этой ситуации никуда мы поворачивать не будем. Так. С этим мы разобрались. Вот это был 16.10. Так. Поехали. Внимание. Всегда пропускаем пешеходов. Е7 и зеленый. Ну естественно. Вот она та же самая ситуация. Когда я стоп. Вон пешеход. В данной ситуации мы остановились. Ждем, когда машинки все проедут. Пешеходы покинут. Только потом едем туда, куда нам надо. Дальше. Водитель должен создавать препятствия в движении другим на светящуюся зеленую стрелку. Ну вот уж и говорил. Видите. Если заходить дополнительные секции мы встали не туда. Водитель обязан не ехать и правую ручку. Я что поздно заходить инфицирую транспортной застройки. Для которого мы составляем препятствия. И не обязан ехать если это табличка на уровне красного сигнала светофора. Так. Дальше. Если перекресток у нас равнозначных дорог. В этом случае мы уступаем дорогу тем, кто находится справа. Давайте еще раз объясню, что такое правило правой руки. Мы подъезжаем к перекрестку. В данной ситуации на белом автомобиле. Мы с вами находимся на белом автомобиле. Подъезжаем и смотрим. Справа находится красный. Останавливаемся. Ждем. Подъезжает красный. У него справа находится синий. Он останавливается тоже. Синий выезжает на средину перекрестка. Останавливается. Дальше. Проезжает красный. Проезжаем мы. И синий заканчивает проезд перекрестка. То есть вот таким образом проезжается перекресток равнозначных дорог. То есть равнозначная дорога это значит что все и эта дорога являются главной относительно друг друга. Нет знаков. Нет светофоров. Нет регулировщика. Проезжаем пользуясь правилом правой руки. Вы знаете часто густо задают вопрос а если слева еще дорисовать одну машину да как вы знаете ну например опа так вот правила дорожного движения нам говорят что таких ситуаций не бывает. Я когда говорю об этом обычно люди усмехаются. Почему? Потому что мы же все прекрасно знаете. У нас бывает все господи еще в Харьковской области все что хуже может быть. И такая ситуация тоже может быть. Так вот в данной ситуации я объясню. В этой ситуации мы находимся в синим автомобиле. В этой ситуации мы подъезжаем и вспоминаем про правила 3D дай дорогу дураку. Останавливаемся показываем вот бело-зелененькая машинка с буквами на крыше слева от нас которая показываем проезжай проезжает бело-зеленый красный белый потом проезжаем мы мы же не торопимся никто же из вас не торопится на кладбище нет конечно мы все нормальные водители мы все мы не торопимся мы культурный вот таким вот образом да мы потеряли аж целую минуту представляете вот так много я думаю это мы можем пережить согласно поэтому хоть правила дорожного движения говорят что так не бывает но у нас может быть все мы это знаем поэтому мы воспользуемся правилами 3D кто-то очень сильно спешит кстати я хочу сказать что как правило в жизни в жизни бывает так что подъезжаешь к такому перекрестку а кто-то из этих машин ну вот с правой стороны белый джип посчитал что он уже на крутом джипе значит его ему все предоставят дорогу а кто-то вот как на красный говорит а мне старый горбатый запорожий он стоит 3 копейки я вообще бомж с меня взять нечего ну бей свой джип хороший понимаете я брал такая ситуация рассасывается вот ну на будущее ну я понимаю так что если вдруг такая ситуация у вас получится что то мы просто воспользуемся правилами 3D до них просто разъехаться спокойно а сами подключу помните да и правила тоже хорошие тише едешь меньше поговорочка такая тише едешь меньше платишь все очень просто так поехали нерегулированные перекрестки на неравнозначном перекрестке водитель на второстепенной дороге уступает дорогу всем кто на главной скажу честно это вот пункт не для наших людей этот пункт специально взяли с европейских право и перевели для тех европейцев которые учатся у нас в автошколах а они учатся ну может сейчас из-за войны они учатся а раньше до войны боже я вам скажу честно их хватало я не говорю за вьетнамцев я говорю за немцев за французов а даже американцев у меня американец парень учился он правда не очень часто ходил он такой ну толковый хлопец нормальный вот за немца я вам рассказывал кажется вот поэтому для них вот такие вот пишут такие вот ну мы это прекрасно знаем что на неравнозначном перекрестке конечно если тебе уступит дорога ты уступаешь если ты на главной ты едешь да все по честному вот ну а тут в данной ситуации если нет знаков то тогда светофор не работает правила правой руки и все поехали дальше теперь на ней так опять опять у меня эти глюки были не ловны так и на вот вот в этой ситуации по поводу правил правой руки между собой пользуются водители трамвая видите вот если трамвай один порочит налево один прямо в данной ситуации трамвай имеет преимущество мы поворачиваем налево пропускаем встречные транспортные средства понятно вот если вот такая ситуация ну и вот еще граниночка на любом неравнозначном перекрестке трамвай имеет преимущество перед транспортными связями которые с ними на равнозначной дороге то есть если вот трамвай номер один автомобиль номер три и автомобиль номер два находятся на главной дороге то трамвай 4, 5 и 6 автомобилей находится на сазаков уступить дорогу, ну тут вынесены знаки и вы все видите, вот потом в данной ситуации первым проезжает трамвай грузовичок вторым проезжает, ну они могут даже с грузовичком вместе проехать дальше третий автомобиль проезжает после этого проезжает трамвай 4 легковой 5 и шестерочка проезжает уже после легкового автомобиля ну во первых потому что 4 и 5 могут одновременно проехать а также как вот на картиночке нам говорят без всяких одновременностей первым трамвай вторым пятый, потому что он является помехой справа для шестого, то есть не просто не просто почему автомобиль номер 2 проезжает первым, а автомобиль номер 3 вторым, потому что для автомобиля номер 3, автомобиль 2 является помехой справа то есть смотрите, я вам просто рассказываю как вам в будущем разбирать билеты по перекресткам то есть даже если у нас главная дорога имеет направление движения, то есть но все равно мы пользуемся сначала разводим автомобили которые на главной дороге опять же таки пользуясь правом правой руки вот почему поэтому автомобиль номер 3 проезжает после того как проезжает автомобиль номер 2 потому что автомобиль номер 2 тоже на главной дороге они оба на главной но грузовичок для легкового является помехой справа поэтому третий проезжает последний из этих трех, которые находятся на главной три, которые на второстепенно первым проезжает трамвай у него преимущество перед желтым и серым или черный какой-то потом черный, потом уже желтый последний проезжает желтый То есть, таким вот образом. Дальше пошли. Преимущество движения на линии регулированной перегрузки с круглым движением предоставляется транспортным средством, который уже на круге. То есть, сейчас везде на всех круговых движениях вы видите вот такую табличку с кольцом по центру. У нас на Украине везде. Это постановление пришло бы, когда уже года 3-4, так точно. Поэтому только так. Дальше. Вот порядок проезда. Дорога меняет направление движения. Заметьте, главная дорога поворачивает налево. Трамвай 1, трамвай 2. Как проедут все эти машины? Первым проезжает трамвай номер 2. Потом красный автомобиль. Потом желтый автомобиль. Потом трамвай номер 1 и синий автомобиль. Ну, тут я все написал. Первым проезжает трамвай, который на главной дороге номер 2. Потом проезжает транспортное средство на главной дороге красный, желтый. проезжает рамвай, который находится на второстепенной дороге номер 1 и потом проезжает треск, который на второстепенной дороге синий, вот они вот таким образом проезжается этот перекресток еще раз такой же перекресток если транспорт здесь пересекается или разрешено одновременно движение руководства все правила правой руки за грузовичок и за автомобиль номер 3 авто 2, авто 3 так, поехали дальше внимание, красно-синий мигалки всегда проезжают первыми специально показал два две картинки, на верхней картинке две сплошных это они могут легко в данной ситуации, если они поворачиваются направо, мы их пропускаем в любом случае и пешеходы их тоже пропускают на нижнем рисунке они едут основные красного-синий светофора, включена сирена красно-синий мигалки, у нас хоть и зеленый но мы должны остановиться и их пропустим однозначно теперь при пересечении дороги с покрытием и без покрытия нет знаков приедения дорогу с покрытием считаем главной но главная дорога, которая вот та мы выезжаем с грунтовки видите вот это наличие покрытия перед самой дорогой не приравнивает ее к той, на которой сейчас находимся мы к главной дороге она не приравнивает это покрытие нужно для того, чтобы мы выезжая с грунтовой дороги оставили грязюку на вот этом кусочке а не выносили ее дальше на главную дорогу вот вот дальше поехали внимание если невозможно определить покрытие считаем, что мы на второстепенной дороге ну ситуация такая, что действительно бывает так что едешь, знаков нет а все закинулась с небом хорошая картинка, да? вот если главная берега с грязной дороги выйдет, будут запрещены правилами правой руки ну то, что мы говорили уже с вами главная дорога поворачивает на левом первым проезжает мотоцикл вторым проезжает легковой автомобиль и два мопеда вот так так с перекрестками мы окончили если есть вопросы по перекресткам то мы их сейчас задаем готов вас услышать внимательно я думаю по перекресткам должны какие-нибудь вопросы но я думаю, что может быть на счете правила дорожного движения проходить и тогда ну в смысле билеты после сегодняшнего занятия билеты проходить может быть тогда появятся вопросы хорошо я думаю я думаю, что скорее всего ну напишите что ли есть вопросы если они не или нет что же пока нет спасибо хорошо, ребятки давайте тогда если у вас нет вопросов вот после теста если у вас нет вопросов то у меня их целая куча по прошлым темам я же надеюсь вы подготовились и по расположению и по скорости движения и по дистанции интервалов у меня столько вопросов ребят потом хорошо внимание пошли вопросы вот и вопрос номер один опа может ли данное транспортно-средство двигаться по крайней левой полосе в темноте доставить Спасибо за просмотр! А тут все уже, да? Не, ну так не честно. Да, правильно. Ответ номер два. Хорошо. Внимательно на экран. Ну, как обычно, мне самые легкие, да, вопросики вначале. Я так вас заманиваю, да? Вопрос номер два. Вопрос номер два. Ладно. Правильный ответ. Ответ номер один. Хорошо. Внимание на экран. Вопрос номер три. Хорошо. 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 Я ж не против. Правильный ответ. Ответ номер один. Молодцы. Хорошо. Внимание на экран. Вопрос номер четыре. Хорошо. Хорошо. Молодцы. Хорошо. Очень хорошо. Правильный ответ. Ответ номер три. Все правильно. Молодцы. Хорошо. Вопрос номер пять. Хорошо. Хорошо. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...